Первый канал и компания Телеформат представляют Детектив Игорь Лукин возвращался в офис от клиента С вами все в порядке? Танюх, ты что ли? Лукин, сто лет не виделись с тобой Ну не сто лет, а пять лет назад мы с тобой увиделись на вечере, встречи выпускников Ты что, под машину бросаешься? Да я задумалась просто от подруги Игорь, у нее история такая странная случилась Слушай, а ты все работаешь с частным детективом? Посоветоваться надо Ну тебе в какую степь-то? А то я давай подвезу, по дороге поговорим А мне домой Ну садись, давай Все, пойдем В общем, подругу мою зовут Аня Анна Величко, может ты слышал такую? Ну как же не слышать? Конечно, это же актриса знаменитая, в нашем театре играет Да, еще у нее отец был, первый секретарь горкома Ну не в этом суть Недавно у Ани случилось несчастье Как-то самой даже тяжело говорить Аня пошла к врачу и узнала, что она больна И если ей не повезет с лечением, то жить осталось ей недолго Страшные новости А к сожалению, никто из нас от этого не застрахован Так она еще живет одна Отец давно умер, а мама несколько месяцев назад И замуж она больше не выходила А дети? Вот, в том-то история Я думала, что детей нет Ну, меня полтора месяца-то в городе не было Я в отпуск ездила А сегодня захожу к ней Она знакомит меня со своим сыном Николаем зовут А откуда он взялся? Вот и я удивилась И как только этот Николай ушел, я сразу к ней с распросами пристала Танюш, ты не представляешь, как я счастлива Коля, замечательный мальчик Добрый, отзывчивый Ну, а почему ты никогда не говорил-то мне, что у тебя есть сын? Я сама недавно об этом узнала Это как это? Это такая некрасивая история Я вообще никому об этом не рассказывала Да ладно уж, колись У меня-то от тебя секретов нет Ну, ладно Двадцать лет назад у меня случился роман с Генкой Игнатьевым Я тогда на первом курсе училась А он на фабрике тогда работал Мы дня друг без друга прожить не могли В общем, сама понимаешь, я забеременела Но родители мои были, конечно же, против Ну, еще бы Дочь самого Вилечка Первого секретаря и какой-то мальчик с фабрики Ну, вот именно Абор делать было уже поздно А когда я родила и пришла в себя Мне сказали, что ребенок умер Ой, какой кошмар А потом меня отправили в Москву И Гену я больше не видела А когда вернулась, он уже уехал из города Ну, понятно А Николай-то этот откуда взялся? Таня, это вообще мексиканская история Моя мама перед смертью только мне призналась, что Она подкупила врачей и что ребенок на самом деле был жив Ну, я, естественно, решила его найти Узнала, что он Его отдали в детдом И что зовут его Николаем И ты нашла его? Нет Мне сказали, что его усыновила какая-то семья И адрес мне не дали Но Недавно Я нашла одного частного детектива Вот он-то мне и помог найти Колю И что тебя смущает во всей этой истории? Да как-то странно все это Аня знаменитая, богата, одинока И, может быть, неизлечимо больна И тут вдруг появляется этот Николай Столько мошенников вокруг Я хотела бы, чтобы ты, ну, проверил На самом ли деле Коля сын Ани Ну что ж, я попробую Вот подруга твоя, Аня, сказала, что сына для нее нашел частный детектив, да? А фамилию она не говорила? Говорила Сейчас Быховский Овцы Быков Может быть, Быховцев? Быховцев, точно, Быховцев А ты чего, знаешь его? Довольно неприятная личность К тому же, пьяница запойный Знаю я, где его офис Кстати, мы приехали Вот здесь вот, останови, пожалуйста Спасибо, что ты согласился мне помочь Ну ты же мне поднимать, куда волосписывать Ну, как говорится, пришло время отдавать долги Игорь Ты совсем не изменился Ну ты тоже С каждым годом все хорошейше, хорошейше Пока Расставшись с Татьяной Лукин отправился в офис К детективу Быховцев Какая рабочая атмосфера Сыщик, подъем! Да поспать, дура! Вставай, вставай, по работе пришли О, а ты откуда здесь нарисовался? Да дверь у тебя не закрыта была Ты бы дверь закрывал перед тем, как спать ложиться А то эти обнесут тебя Впрочем, что у тебя брать? Делаю, что хочу Хочу открываю, хочу закрываю А тебе что надо-то, коллега? Ой, мышка-то как раскалывается Вот тебе лекарство А, на-ка подлечись О! Что-то вы такие добренькие Да я к тебе по делу пришел Ведь это же ты нашел сына для Анны Величко Мне бы материалы посмотреть Величко, Величко Фамилия знакомая Ах да, это ж та актриса, которая Сына в больнице бросила Только я на нее не работал Подожди, подожди, а как же ты про ее сын-то узнал? Да нарисовался тут какой-то Попросил под нее копнуть Найти что-нибудь жареное Но я узнал, что она сына бросила А недавно она приходила в роддом Про него спрашивала Информацию я продал этому чуваку Он был очень доволен А как зовут этого чувака? В смысле клиента твоего Зачем мне его имя? Главное, что он заплатил хорошо Да еще поляну накрыл Мы с ним так нарезались Даже удостоверение свое где-то посеял И ты так спокойно об этом говоришь? Ну, чего париться? Я себе другое сделаю В нашем деле главное Не удостоверение, а голова А, ну да, да Потому что в нее пиво можно вливать Ну, давай Ладно, скажешь мне потом адрес этого магазина Хочу Колю одеть по-модному Хочу, чтобы он был у меня самый красивый Да не вопрос Игорь Петрович позвонил Татьяне И попросил ее подъехать вместе с ним к Анне И что за интересный мужчина с тобой? А это Игорь Лукин Мой старинный друг И частный детектив по совместительству Очень приятно Взаимно Вы знаете, я большой поклонник вашего таланта Я все спектакли с вашим участием пересмотрел Очень приятно Ладно, я побегу Давай, пока Всем до свидания Так чем обязана вашему визиту? Понимаете ли, мне Татьяна все рассказала про вашего сына Танюш, зачем? Ань, ты знаешь, как я за тебя переживаю Я не хочу, чтобы тебя обманули Я проверил информацию Знаете ли, обнаружилась одна нестыковочка Ладно, заходите Получается, что этот детектив, который нашел моего сына Выдавал себя за другого человека Но я ведь видела его удостоверение Ну, удостоверение, скорее всего, украл У настоящего детектива Быховцева Потом этот псевдодетектив, назовем его так Клеил туда свою фотографию Ну, я не понимаю, зачем это понадобилось? Он подсунул тебе, Николая Чтобы выдать за твоего сына Нет, этого не может быть Пока что это только версия, которую надо проверять Но боюсь, что она близка к правде Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с этим Быховцем Ну, вернее, с тем человеком, который себя за него выдавал Три недели назад я вышла к машине Она у меня возле дома припаркована Хотела в магазин съездить А колесо оказалось спущено Ну, я растерялась А мимо проходил мужчина, предложил мне помочь Вы с ним разговорились Он представился детективом И вы попросили его разыскать вашего сына Да, все так и было А через неделю он привел мне Колю К детективу Игорю Лукину обратилась его одноклассница Татьяна Татьянина подруга Анна недавно узнала, что ее ребенок Которого она считала умершим при родах, жив Анна обратилась к частному детективу Быковцеву И тот разыскал ее сына Николая Татьяна просит Лукина проверить Действительно ли Николай сын Анны Лукин выясняет, что за детектива Быковцева Выдавал себя кто-то другой Колесо он вам нарочно проколол Чтобы был повод для знакомства Он же ведь знал, что вы сами пытались разыскать сына Но у вас ничего не вышло И поэтому вы вряд ли откажете от услуг детектива Я думаю, надо позвонить Коле Пригласить его сюда Послушать его, что он нам расскажет Бесполезно Я сегодня целый день пытаюсь ему дозвониться Но у него телефон отключен А вдруг с ним что-то случилось? Я думаю, он просто залег на дно Ведь адрес его вы не знаете? Нет, он мне не говорил Неужели Коля меня обманул? Такой хороший мальчик Я ему так доверяла Я к нему так привязалась Анечка, ну не плачь Ну, да все образуется Слушай, пойдем в ванную Тебе умыться нужно После разговора с Анной Лукин приехал в офис И ввел своих помощников в курс нового дела Кто-то целенаправленно Поручает Быховцеву Найти какой-нибудь скелет В шкафу у Анны И он отыскивает этот скелет И про сына узнал И про то, что Анна пыталась его найти А потом прям совершенно случайно Анне попадается частный детектив И предлагает свои услуги Да, похоже, что все это было изначально подстроено Допустим, с целью получения наследства Итак, что Анна знала о своем сыне? Она знала, что его зовут Николай И также дату, когда рожала Ну, найти Николая не проблема Но как быть с датой рождения? Она ведь должна совпадать с днем родов Анны Иначе бы она заподозрила Неладное предсоставление завещания И что же получается, что этот Лыжебыховцев привел Анне Настоящего ее сына? Не факт Но, во всяком случае, мы знаем Что Анна родила мальчика 19 декабря 1990 года Как раз в день святого Николая Ну да, тогда неудивительно Что всех мальчиков, которые рождались в этот день Назвали Колями Меня смущает, что Николай на телефонные звонки не отвечает Возможно, его кто-то предупредил О том, что мы занимаемся этим делом Ну, может быть, у него просто разрядился телефон? Сомневаюсь Если они взялись за это дело Ради получения наследства Значит, они знали Что Анна тяжело больна А о таком, как говорится Кому попало, не рассказывают Кто-то сливает информацию Думаете, кто-то из окружения Анны? Скорее всего, из окружения Татьяны Ведь только Татьяна знала Что мы взялись за это дело Так что, Федор, твое задание Найди настоящего сына Анны Ну, начни с роддома А дату рождения ты знаешь Наташа, а ты собери информацию На всех Николаев Которые родились 19 декабря 1990 года И еще В квартире у Анны я установил камеру Ну, конечно, маловероятно Что Николай там появится Но на всех нужно понаблюдать Надо понаблюдать А я к Татьяне Надо бы выяснить Кому она рассказала о болезни Анны И о том, что я взялся за это дело Лукин созвонился с Татьяной И выяснил, что она рассказала Обо всем своему мужу Андрею Правда, с ней же вместе в школе учились? Даже за одной партой сидели Ну, совсем не представляю в детстве Но я понимаю, что вы сюда пришли Не про детство, а говорите по делу Да Дело в том, что Танину подругу Аню Кто-то хочет надуть И этот кто-то Знает информацию Которая доступна только Узкому кругу людей, понимаете? Вот скажите, вы, например Никому не говорили о том, что Аня тяжело больна Или то, что Татьяна обратилась ко мне Чтобы я помог разобраться В ситуации с сыном Аней Про вас нет Значит, про Аню На болезнь говорили? Нет, не рассказывал Ну, нет, так нет Мало ли, значит Кто-то другой сказал Вы меня извините Вас водички не будет Мне таблицки запили Да, сейчас Спасибо Лукину показалось Что Андрей говорит неправду И он решил Установить в квартире Скрытую камеру Вот, возьмите, пожалуйста Большое вам Спасибо Не смей вас больше задерживать Пойду Хорошо, спровожу Так Посмотрим Алло, привет Привет, да, это я Слушай, помнишь, я тебе рассказывал Про Аню Подругу моей жены Ну да, она что Она больна Скоро коньки отбросит Скажи мне Ты никому про это не рассказывал? Нет? Да нет, ничего не случилось Все хорошо Да, да, я тебя тоже Да, завтра после работы К тебе заеду Все, целую, пока Ну все, с вами ясно, Андрей Значит, налево ходите Ну что, как успехи? Вот все Николая, родившиеся в нашем городе 19 декабря 90-го года Всего 21 штука Отлично Завтра покажу Анне Возможно, она среди них своего узнает А я был в детском доме В общем, получается, что Николая Настоящего сына Анны Приемные родители забрали в 98-м году Это, конечно, закрытая информация Но я там познакомился С одной симпатичной сотрудницей Главной большой театралкой И поклонницей Анны Величко Ну, в общем, она мне все рассказала И дала адрес этих приемных родителей Ну и кто они такие-то? Их фамилия Филимоновы Они сейчас проживают в городе Черновске Завтра туда съезжу А вам что-нибудь удалось узнать, Игорь Петрович? Удалось Поговорила с Андреем, мужем Татьяны Оказывается, он о болезни Анны Рассказал одной женщине Но мне он в этом не признался Но я подслушал его телефонный разговор И разговорил он, похоже, с любовницей Ну, конечно, он мне рассказал Вы же одноклассник его жены Ну, наверное, так И что же, вы ей расскажете? Ну, она просила меня найти сына Анны А в своих семейных делах пусть сама и разбирается Завтра пробей номер телефона, по которому он звонил И поговори с этой женщиной Сделаю Да, я звонил Анне Николай у нее так и не появился Да, я просматривала запись из ее квартиры Действительно, Николая там не было Зато туда заходил другой молодой человек Константин Вот, смотрите Костя, ты понимаешь Этот детектив Лукин Которого Таня привела Подозревает, что Коля не мой сын Хм, подожди А у них что есть? Доказательства? Да пока нет Но дело в том, что Коля пропал Ко мне сегодня не зашел Телефон у него отключили Я не знаю, что думать Как-то это все подозрительно Анечка, ты, главное, успокойся Тебе нельзя волноваться Этот детектив Да он наверняка ошибается У Коля парень молодой, загулял Может, мобилу потерял Я уверен Он тебе обязательно завтра послалит Похоже, это действительно близкий друг Анны Раз она ему рассказывает все тайны И наверняка она ему рассказывала про свою болезнь Я говорил с Анной Она мне клялась, что никому, кроме Татьяны Своей болезни не рассказывала Ее такие вот интересующиеся молодые люди Меня, честно говоря, смущают Завтра я спрошу у Анны, кто это такой Соберешь на ней информацию Ну, а сейчас уже поздно Давайте по дому Утром Лукин вновь приехал к Анне Посмотрите, пожалуйста Может, кто-то из этих молодых людей вам знаком? И все Николай? Да, и все родились в один день с вашим сыном Вот он Это Коля Соколовский, Николай Александрович Прописан в нашем городе Ну что ж, Анна, теперь у меня не осталось сомнений В том, что это не ваш сын Понимаете, вашего сына из роддома забрали люди совсем с другой фамилией И живут они не в нашем городе Это Коля звонит Включите на громкую связь и попробуйте договориться о встрече Да Мама, это я Извини, что не отвечал на твои звонки У меня большие неприятности Я сбил человека Нужно 300 тысяч, чтобы замять дело Мне больше некому обратиться Я к тебе через полчаса заеду Мама, ты меня слышишь? Какая я тебе мама? Да я все про тебя знаю Твоя фамилия Соколовский Ты меня обманул Тебе нужны мои деньги Извините, я просто не смогла сдержаться Ну что, я вас прекрасно понимаю Не волнуйтесь У нас есть его адрес, так что никуда он не денется А вашего настоящего сына мы обязательно найдем Да, еще В прошлый раз, когда мы с Татьяной заходили С вами прощался молодой человек А кто это? А это Костя Тополев, мой друг Хотя он претендует на нечто большее Но мы совсем с ним недавно знакомы А почему вы интересуетесь? Да ничего, просто любопытствую В Черновске Федор выяснил, что в квартире Филимоновых проживают другие люди И решил пообщаться с соседями На Спасибо за предложение, я за рулем Ну ладно, смотри, я выпью Так знаете вы Филимоновых? Филимоновых знаю Всю жизнь двух обок прожили Хорошие люди были А почему вы говорите были? С ними что-то случилось? Да случилось Они два года назад Насмерть разбились Царствие небесное На дачу ехали И в аварию попали И разбились А сын их Николай тоже разбился? Это Колька, приемыш? Нет, он в это время дома был Он когда родители уезжали на дачу Он вечеринки закатывал Но я его не удавал Он парень хороший, добрый А вы знаете, где он, как его можно найти? Узнаю, конечно Он на другой конец города к Бабке переехал Как родители погибли Я дельцов не оставил Вдруг почта придет какая или еще там Игорь Лукин помогает своей однокласснице Татьяне Ее подруга Анна Недавно узнала, что ребенок, которого она считала умершим при родах, жив Анна обратилась к частному детективу Быховцеву И тот разыскал ее сына Николая Татьяна опасается, что подруга стала жертвой мошенников Претендующих на ее состояние Расследование подтвердило правоту Татьяны Выяснилось, что Николай Соколовский Которого представили Анне как сына На самом деле совершенно посторонний человек Да, Наташ, что там у тебя? Алло, Игорь Петрович Мне удалось поговорить с Ольгой, любовницей Андрея Так, ну и что удалось выяснить? В общем, она рассказывала, что они с Андреем как-то смотрели трансляцию спектакля по телевизору, в котором участвовала Анна И Андрей упомянул, что это подруга его жены, известная актриса, и что она смертельно больна Правда, Ольга утверждает, что она никому это не рассказывала, но я подозреваю, что она врет Ага, а на чем основаны твои подозрения? На том, что Константин Тополев близкий друг Анны, которому она доверяет своей тайны, на самом деле брат Ольги Ну что ж, все сходится Значит, Ольга рассказала Константину, что Анна смертельно больна Константин решил ее соблазнить, но у него не получилось Ага, и тогда он придумал эту аферу с сыном Да, кстати, Коля звонил своей маме, сказал, что попал в беду, ему нужны деньги Я думаю, Константин сказал ему, что у нас пока нет доказательств о том, что Коля не ее сын И они решили действовать Ну а вдруг получится? Я как раз жду Константина, хочу с ним пообщаться Нет, нет, по-другому поступим Я сейчас покажу Коле запись, как раз к нему еду Так вот, если он опознает Константина, будем его брать Хорошо, поняла, на связи Николай Сколовский, можно на пару вопросов? Минуточку Что ж, стулку не бросил с принтера? Да пусть убежал, блин! Ты кто такой вообще? Тут пусть ты! Я частный детектив, и мне нужно твое признание о том, как ты втерся в доверие Канни Величко Представил с ее сыном и хотел завладеть ее деньгами Это, между прочим, мошенничество, и срок тебе светит немало Какой срок? Это не я, это все он придумал Я все расскажу Вот и отлично Войдем-ка, я не в машину, я тебя с удовольствием выслушаю Федор взял у соседа Филимоновых адрес бабушки Николая и приехал к ней Николай Филимонов? Да, это я Здравствуйте Я помощник частного детектива Хотел поговорить с вами о вашей матери О маме? Она умерла два года назад Я имею в виду о вашей настоящей матери Ах, о настоящей? Ну, проходи, поговорим Неужели вы никогда не хотели узнать, кто ваша настоящая мама? Да я и так знаю, жалкий и черстый человек Который бросил своего ребенка Так даже животные не поступают Для меня есть только одна мама Та, которая забрала меня из детдома Вы просто не знаете всех обстоятельств Да я и знать не хочу Все-таки послушайте Вашу маму зовут Анна Величко Когда она была в роддоме, ее родители подкупили врачей, чтобы они сказали, что ее ребенок умер Зачем? Затем, что они считали себя элитой Не хотели внука от простого работяги Анна сама об этом узнала только полгода назад Когда ей мать перед смертью рассказала А сейчас она сама тяжело больна Возможно, скоро умрет Но она хочет вас найти В общем, две недели назад Мне на сайт сообщение пришло в социальной сети Ну, мол, не хочешь хорошо заработать? Ну, я ясен пень сказал, хочу Я ж бедный студент Театральной академии Денег ни на что не хватает А от кого пришло сообщение? Левый какой-то Ну, мол, Иванов Иван Иванович Ну, встретился я с ним Он мне рассказал все Вел в курс дела Есть богатая, одинокая женщина При этом смертельно больна Сына своего ищет А у нее день рождения как раз как у меня И зовут его тоже Коля Искать сына Ей будет помогать его приятель Который выдал себя за детектива И этот парень тебе так и не представился Нет Посмотри Это твой, Иван Иванович? Да, это он Это Константин Тополев Слушай, а имя приятеля, который роль детектива играл Он тебя не называл? Нет Да там этот приятель должен был меня с ней познакомить Ну, я бы с ней сдружился Втерся бы в доверие То-се Она бы переписала на меня свое имущество Ну, мы бы его поделили Я и согласился Но он же меня не предупредил, кого мы разводим Вы Анна Величко Моя самая любимая актриса Да я на все ваши спектакли ходил У меня дома все стены вашими плакатами увешаны Очень приятно, Коля А давай на ты Мы все-таки с тобой не чужие люди Я ведь твоя мама Да Мама Если бы я заранее знал, что это Анна Величко Я бы, конечно, отказался Нафиг мне такие деньги нужны Ну да, а если это не Анна Величко, то согласился бы Да ты и так Походу, афера все равно в этом решила участвовать Ну, разве нет? Не так Я не хотел ее обманывать Я отказался почти А почему я, по-вашему, на звонки не отвечал, пропал? Ну, кому ты рассказываешь, да? Ну, ты только сегодня при мне звонил Ане и просил денег Да я не хотел Это этот Константин Он подкараулил меня у подъезда Ты че, козел? Соскочить решил? Кинуть меня, да? Ты же не сказал, что это будет Величко А тебе какая разница? Ты бабло за работу взял? В общем, слушай сюда Или ты делаешь то, что я тебе говорю Или возвращаешь мне бабки в тройном размере За неустойку Понял? У меня нет денег Я все сделал Мне пришлось позвонить Анне У меня выхода не было Я же аванс взял А деньги уже потратил А история о том, как ты сбил человека Не прокатила Потому что буквально за минуту до этого Анна узнала, кто ты на самом деле Сомка тебе зачем? Решила с гордо смыться? Ну да Хотел друзьям Саратов Переждать, пока все уляжется А тут вы Ну поехали Куда? К друзьям К моим В милицию Наташа проследила за Константином И сообщила Игорю Петровичу О его местонахождении Константин? Да А вы кто такие? Вон что надо Ну что ты дурака-то валяешь Ты прекрасно знаешь, что мы такие Анна тебе о нас и рассказала Ну допустим И что дальше? А то, что афера С ее якобы сыном Организовала минуты Докажите сначала Детективы А что там доказывать? Доказывать нечего Подельник твой Николай Соколовский Сидит сейчас в милиции И пишет чистосердечное признание О том, например Как ты нашел ее в социальной сети Предложил развести на деньги Анну Величко Не мог он меня сдать Потому что имени твоего не знал Ой, наивный человек 21 век на дворе Мы в квартире Анны Камеру установили Вот по вчерашнему с ней Твоему разговору Соколовский тебя и познал Да пошли Лукин привез Константина домой к Анне И рассказал ей обо всем Этот гад Подсел ко мне в кафе Начал разговаривать У нас нашлось много общего Потом он пригласил меня на свидание Начал ухаживать Но ему сразу сказало Что мы можем быть только друзьями Я вообще не представляю себя Рядом с мужчиной Который младше меня на 15 лет Вот, когда он понял Что соблазнить вас не удастся Вот тогда он и решил Зайти с другого бока Ты откуда узнал Что у Анны есть какая-то тайна? Что тебя вынудило Обратиться к Быховцеву? Ну она вообще в последнее время Какая-то потерянная была Ну как тебе фильм? По-моему хорошая картина Какая картина? Вообще-то мы только что в кино были Ты не поняла? Что с тобой происходит? Второй день уже отсутствует Да все нормально Я здесь Я условно выражаюсь У тебя что-то случилось Объясни Ты второй день В каких-то своих мыслях Что случилось? Да нет, прошлое на миг вернулось А потом ускользнуло Я накануне в роддоме была Узнала, что сына моего Приемные родители забрали И поняла, что мне его не найти Естественно Я ни о чем другом думать не могла Когда ты понял, что за скелет в шкафу у Анны Тогда ты и решил к Быховцеву обратиться Честно говоря, я когда увидел этого Быховцева Я вообще думал, он ни на что не годен Но ничего, парень справился И про оставленного сына в больнице рассказал И про то, что Анна приходила его искать И ты решил использовать эту информацию И подсунуть Ани фальшивого сына В надежде, что она его полюбит И подпишет ему все свое состояние Так ты что, знал про мою болезнь? Моя ведь тебе про это не рассказывала А ему Ольга рассказала, сестра А она что, была в курсе, откуда? Ну, тебе лучше не знать откуда Просто она знала и все Да я вообще думал, умрешь, все деньги мои Не вышло Ну вот пришлось сына тебе организовать Ну ты сволочь Как у тебя оказалось удостоверение Быховцева? Это вообще проще простого Ну что, давай За самого лучшего в мире сыщика О, вот это ты точно заметил Я самый лучший в мире профессионал Та-да-да-да-да СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сразу видно Профессионал своего дела Я ведь поверила, что Коля мой сын Радовалась, какой он Замечательный мальчик Думала, хотя бы умру счастливой Я открою А я ведь так хотела Этого ребенка Тогда, 20 лет назад Меня опять обманули Мам, мам, ну не плать В отношении Константина Тополева И Николая Соколовского Возбуждено уголовное дело Анна борется со своей болезнью В этом ее поддерживает сын Коля Первый канал И компания Телеформат Представляют Гражданин, не подскажете, как лучше пройти к Дому 36 по Псковской улице? А то там при въезде во дворы улица перекрыта Миронов, привет, сколько лет, сколько зима Алексей Насонов узнал своего старого знакомого Следователя, с которым когда-то вместе работал в милиции Слушай, а тебе зачем 36-й дом-то? Да На пульт дежурного поступил звонок На том конце провода Женский голос, едва живой Сообщил, что ее изнасиловали Дома Псковская 36, квартира 17 А опергруппа как раз уехала на другой вызов Так что я один Двор перекрыт, машину там бросил Подожди-ка, подожди-ка Псковская 36, квартира 17 Ну да, точно, там живет моя бывшая клиентка Ника Грязнова Пойдем, я тебе покажу, а то заплутаешь здесь Так ты по ее делу работала? Да какое там дело? Мужа она в змее подозревала Мы его и подловили На свидание С девочкой по вызову на ее квартире Знойная женщина, мечта поэта Так далеко еще? Да вот уже пришли, она здесь на втором этаже живет А ты не против, если я с тобой зайду? Ну все-таки бывшая клиентка А почему нет? Пойдем Там спальня Стас Кошмар Какой Стас? Тихо Так ее муж зовут Стас Мужчина в спальне Черепно-мозговая травма По-моему, открытая Очень много крови Что со Стасом? Жив? Скорая Псковская 36, квартира 17 Второй этаж Скорее Мужчина без сознания Травмой головы Что здесь произошло? Расскажите еще раз Вызвала водопроводчика Каранвана течет Ну и решила Помойку вынести Ну да-да, пакет с мусором В коридоре стоит Я видел Дальше Ну а тут звонок В дверь Голо за дверью водопроводчика вызывали Ну я и открыла Там человек в маске Он меня по голове ударил Я потеряла сознание Я, конечно, понимаю Тяжело Но все-таки Дальше что было? Очнулась В спальне на кровати Голая И этот в маске рядом Меня изнасиловал А я опять потеряла сознание Очнулась Смотрю А он с бутылкой нашего коньяка И с горлышкой его хлещет Так Он что, не убежал? Остался? Да Он сказал, что узнает Что в доме Препрятаны деньги и драгоценности И спросил, где? Ты рассказала? Да Он сказал, что если я не скажу Он будет меня насиловать Я рассказала, что Тайник находится У Стаса В кабинете За картиной Тут Пришел Стас Так неожиданно Он неделю назад К водировку уехал Я его только завтра ждала И этот его В маске, который Гаечным плечом По голове Приехавшая скорая Увезла Стаса Грязнова В больницу Вечером того же дня В офисе детективов Появилась новая клиентка Да, это к вам По рекомендации Ереминой Еремина Да, да, помню А вас что к нам привело? Да мужа моего Макс Он водопроводчиком В ДЭЗе работает Милиция сегодня забрала Будто бы он Женщину изнасиловал Муж ее чуть не убил И деньги из квартиры забрал Минуточку, минуточку А вас уже допрашивали, да? Следователь Миронов По делу на Псковской Да Только не виноват он Он не мог Ну да, мужик Он шебутной Выпьет иной раз Но чтобы убить Изнасиловать Нет Он не мог Я вас умоляю Помогите Мы люди простые Небогатые Но Баба Маша говорит Вы всем помогаете Вот что Я вам пока обещать ничего не буду Но справки наведу И если понадобится Помогу с хорошим адвокатом Да подождите вы Подождите Я же сказал Наведу справки Вы вот пока Запишите свой адрес И телефон Давно не виделись Соскучился? Или по делу? Да знаешь Скорее для очистки совести Жена вот этого водопроводчика Которого задержали По делу на Псковской Пришла ко мне В общем уверяет Что Максу не винуем Мужик ее Влип серьезно Я его по пальчикам На бутылке коньяка вычислил Значит отпечатки пальцев В базе есть? Есть Максим Неделин Первая ходка По молодости лет Квартирная кража Отсидел Вышел Опять сел Пьяная драка В пивной Вышел В скором времени Сел бы опять Так повезло им Женщиной Вот с этой свали Ну да Пригрел и урку Даже на путь истинный Наставила Но он видно Опять с катушкой слетел А вот этот вот ключ его нашли? Да нет Я думаю сбросил Он же не дурак И такую школу по зону прошел А печатки пальцев На бутылке только его? Нет Есть хозяйки квартиры Ну что естественно И еще один образец По базам не проходит И еще В кармане куртки Нашли колечко С брюликом Завалилось за подкладку Колечко потерпевшая опознала А свидетельствование в клинике Показало что контакт был С использованием презерватива Значит Семена и жидкость принадлежат ему Ну что Успокоил я твою совесть Значит ты говоришь Что неделин уголовник со стажем Да? Университет и прошел И что он вот так запросто Основную убойную улику В деле об изнасиловании Бросает на месте преступления в помойку Остальные улики Что мне с ними делать? Слушай А ты можешь мне сбросить Вот эти вот образцы Отпечатков пальцев Не установленных на почту? В общем ты думаешь Что в квартире Кроме насильника Был еще кто-то Алло Кать Подними-ка дело Ники Грязновой Да я уже подняла Домохозяйка Может позволит себе сидеть дома Муж Танислав Поймали его на связи С некой Марьяной Шумской У мужа свой бизнес Идет он успешно Офис находится на улице Жуковского Дай-ка мне Алексей Викторович Ну так я же был тогда В офисе у Стаса Под видом курьера Даже секретарша познакомился Ира ее кажется зовут Да С ней надо будет созвониться Да не вопрос А смысл? Грязнов успешный бизнесмен Возможно нападение Связано именно с бизнесом Хорошо Позвоню Да И второе Расспроси у секретарши Какие отношения у Ники были с мужем Ну обычно секретарши В курсе личной жизни начальников Господи Когда нам сообщили Про Станислава Олеговича Я просто места себе не нахожу Роман встретился С секретаршей Станислава Грязнова Слушай я так понимаю Супруга простила твоему Потронутую измену Да Не сразу конечно Но все у них наладилось А почему Стас вернулся Из командировки раньше времени? Почему раньше времени? Как и планировал вчера В среду я сама его на вокзале встречала С водителем нашим У него с собой было много образцов товаров От наших партнеров Он просил встретить с машиной Мы и встретили То есть получается Его возвращения ни для кого Кроме его супруги Неожиданностью не было Почему кроме супруги? Из машины он домой звонил Говорил с Никой Сообщил что вернулся Сказал заедет за вещами Так подожди секунду То есть ты хочешь сказать Что он звонил жене сразу Как сошел с поезда? Да Сказал что устал с дороги Ночью плохо спал В вагоне душно было Сказал что домой заедет Вану примет Заберет вещи И уедет Спасибо за информацию Я сейчас Алло Алексей Викторович Здорово Похоже наша бывшая клиентка Что-то перепутала А по поводу Неожиданного для нее Возвращения мужа из командировки Секретарша мне сказал Что все были в курсе И она и водитель И выйдя из поезда Он позвонил жене Ну знаешь Она могла и перепутать Учитывая шоковое состояние Но этот вопрос надо уточнить Нет нет Ты не звони Ты подъедь и поговори Давай Валя здравствуйте Я приехал как обещал вчера Да Заходите пожалуйста Бизнесмен Стас Грязнов Попал в больницу С тяжелой черепно-мозговой травмой По словам жены Грязнова Ники Квартиру проник неизвестной И сначала изнасиловал ее А потом ударил по голове Неожиданно вернувшегося домой Стаса К детективу Алексею Насонову Обращается Валя Жена водопроводчика Макса Неделина Которого задержали По подозрению в этом преступлении Валя Ну давайте будем смотреть Проводив глаза Положение у Максима В общем-то серьезное Скажите А вы вчера ничего Такого необычного В поведении Максима Не заметили? Может он как-то нервничал Как-то вел себя необычно? Вчера он все было как обычно А вот позавчера Так А позавчера что было? Ну Пришел он позже обычного Попахивал от него Ну то есть Выпивший был Говорит что у слесаря Одного на работе У Михалыча День рождения был Так он там выпил С мужиками на работе Валя А мне кажется Ты сейчас что-то не договариваешь Я же помочь хочу Не только Спиртным от него пахло А еще Женскими духами А сегодня утром Я обнаружила на вороте рубашки След Губной помады А можно посмотреть? Да 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 Понятно Тем временем Роман приехал к дому Ники Марьяну Шумскую пожалуйста Марьяна Это я У меня все с собой Встретимся через 20 минут На углу Бородинской В кафе Шумская Не понял Совпадение что ли Алло Кать Да Ром Привет Ты знаешь кафе На углу Бородинской Это 5 минут пешком От нашего офиса Знаю конечно Что Слушай У Ники там встреча Через 20 минут Ты же раньше меня можешь там быть Да и потом Ника тебя не знает Ты же с ней не контактировал Когда мы по ее делу работали Ром Ты что на пень наехал? Тебе нужно было поговорить с клиенткой А не следить за ней Только что Ника говорила по телефону Насчет встречи Так вот встреча у нее с Марьяной Шумской А ничего себе А ты не ослышался? Нет Давай беги туда и камеру прихвати Да Я в машине буду Черт не шеф Рубашку на экспертизу оставил Ладно давай уже бегу Олег тебе просьба Вот с этим задержанным С Недельным Можно поговорить? Поможешь Ну Только позже Его сейчас следует ли Следственного комитета допрашивает А тебе все не имется? Ну видишь ли Презерватив Который уголовник Оставляет на месте преступления Не одна странность в этом деле Есть еще не сытков Слушай не грузи ты меня Сейчас этим Лады У меня через полчаса доклад Начальству О раскрываемости за месяц Все все конечно А орудие преступления нашли? Разводной ключ Нашли Зарадиаторной батареей На лестничной клетке На нем отпечатки неделина И кровь грязного Ну что тебе еще Вдогонку Куликам надо Да товарищ полковник Прямо сейчас Прямо сейчас С докладом Есть товарищ полковник Слыхал? Так что Насонов Будь здоров Ну и до тебя Мне сейчас Извини Так Алло Это Дес А не подскажете Вот у вас слесарь работает Своей ущем Михайловичем зовут Нет на месте Да А он дома Да понимаете Кран обещал мне починить Телефончик не подскажете? Так Так Ага Я запомнил Ой Так Вот Все записала Прекрасно выглядишь Как всегда Спасибо на добром слове Ты тоже в полном порядке Стараюсь Следить за собой Тебе это удается У нас все в порядке? Да Здесь все Как договаривались Можешь не пересчитывать Окей Если будут просьбы такого рода Звони Обманутые в свое время Жена и любовница мужа Лучшие подружки Странно Но переварить такое Мой разум пока не в состоянии Да Причем жена платит любовнице Интересно за что? Вот Это прихватила на всякий случай Что это? Ай-яй-яй Кать Воровать посуду из кафе Нехорошо Алло Алексей Викторович Говорить можете? Так Со следами губной помады говоришь? А помады темные почти коричневые Ну понятно Катя когда вернется Пусть в лабораторию посмотрит Давай Работенка вас Не то что наша После смены Грязь до ржавчину С рук не сдерешь Да у нас грязи тоже хватает Михаил Михайлович А вы почему сегодня не на работе? Да прихворнул Простудился Врача вызвал Ну а день рождения Как отметили с мужиками Хорошо посидели? Какой день рождения? Как какой? Только ваш Позавчера с мужиками Аксис Ты что? У меня день рождения в июле Так А вчера? Вчера вы увидели Макса Неделина? Да Видал Он Он пришел Хотя у него отгул был Говорит Халтурка есть какая-то небольшая А что за халтурка где? Вот сказать не могу Макс Он Какой-то Был Вчера Россияный какой-то Как воду опущенный Переживал чего-то Ключ разводной Не мог никак найти Всю сумку с инструментом Перетряс Ключ говорите, да? Да Ну так а как по делу идти без инструмента Так я ему свой ключ дал Старый Проверенный Я с ним лет что уже По домам хожу Хороший ключ Надежный Сейчас таких не делают Инструмент значит приметный? Ага В прошлом году 40 лет моего рабочего стажа отмечали Так мужики на нем инициалы мои выбили Говорят Как совсем на покой пойдешь Узей сдай Угу Спасибо вам большое, Михаил Михайлович Вы поправляйтесь Выясните Я сам закрою А ну всего доброго Так так Аптека Ну вроде обошлось с отчетом А ты опять тут как тут Ну что, есть вопросы? Ключ, которым Грязнова ударили у тебя? Да Вот он Это не тот ключ Вчера у Недельна был другой ключ Этот современный образец Я поговорил с пожилым следствием в Жеке Он мне все объяснил Ну ты сам посуди Ну слишком много улик Презерватив на месте преступления Рядом с местом преступления Ключ На ключе отпечатки пальцев и следы крови Ну сам подумай Ведь уголовник бы Этот ключ утопил бы в реке Все и концы в воду Да, ты прав Ну черт побери А сперма в презервативе Недельна уж принадлежит Вот С кем у него был половой контакт? С привидением что ли? Там кроме хозяйки никого не было Да Хорошо Сейчас буду Из больницы звонили Стас пришел в себя Так давай я тебя подвезу Поехали Помада с рубашки Макса Неделина И помада на сигарете И стакан из кафе Идентичны Полностью совпадают цвет и марка Ну уже что-то Хотя с другой стороны Если это модный цвет Такой же помадой тысячи женщин В нашем городе могут пользоваться Правильно? Ну я бы не сказала Что тысячи Сотни Да Наберется Потому что косметика дорогая Продается в специализированных магазинах Слушай А у тебя в компьютере осталось То видео годишней давности Ну по делу Глизновой Да Пойдем посмотрим Да там ничего особенного Типичная сцена в постели Стас и Марьяна в койке Стас встает Наливает себе рюмку к коньякам Так стоп Ты можешь этикетку на коньяке увеличить? Детектив Алексей Насонов Расследует нападение на Станислава Грязнова По словам его жены Ники Стаса ударил по голове грабитель Проникший в квартиру под видом водопроводчика По подозрению в совершении преступления Задержан слесарь Максим Неделин Однако вскоре выясняется Что Ника Грязнова С какой-то целью обманывает следствие Ну что Стас толком ничего не помнит Зашел в дом Окликнул Нику Никто не отозвался Вошел в спальню Там темно Его шарахнули по голове Но больше вроде ничего не помнит Ну да Он сейчас в таком состоянии Что многое может и не помнить Да Но врач из приемного отделения Говорит, что по дороге в больницу Стас приходил в себя И что-то бормотал А ты не поговорил с врачом со скорой? Только по телефону Он сейчас на выезде Везет очередного больного Будет минут через 10 Я пойду его покараулю А ты давай, езжай Черт, кто знает Сколько меня здесь еще ждать Как скажешь Здравствуйте Вы извините Я вас только что видел В больнице у палаты Где Стас Грязнов лежит Вы знакомы? Меня Алексей зовут Здравствуйте Дина Вот крупная этикетка И что? Да то, что это тот же самый коньяк Который был обнаружен на Псковской Но с отпечатками пальцев недели Понимаешь? Та же марка, тот же сорт И что? А то, что после кафе Марьяна зашла в одно место Но об этом позже А после она зашла В элитный винный магазин Так вот, там она купила Бутылку точно такого же коньяка Я перекинулся парой фраз С продавщицей И что? Она говорит, что Марьяна Их постоянная клиентка Регулярно покупает этот коньяк Видимо, для своих клиентов Ну да, учитывая ее профессию Она дорогая девушка По вызовам Может, тебе позволить Ты понимаешь, штука в том Что два дня назад Она уже покупала Точно такой же коньяк Это что получается? Ее клиенты глушат коньяк литрами? И потом это еще не все Да Больше, чем знакомые Ну вот я всех друзей Стаса знаю А вот вас как-то не припоминаю Да я не его друг А я частный детектив А давайте я вас подвезу Хорошо Спасибо Еще не все Что еще? Это намек? Ты не в моем вкусе Не знал Сразу после кафе Марьяна зашла в аптеку Я стоял у нее за спиной Знаешь, она поздоровалась с продавщицей Как со старой знакомой И говорит, мол Тонь, весь мой запас вышел И продавщица продала ей Именно этой марки Контрацептивы Да, именно эти Хотя выбор там был Знаешь Глаза разбегаются Так Алексей Викторович Есть новости Та же помада Тоже сорт коньяка Те же контрацептивы Кать, слушай Миронов должен был прислать Отпечатки пальцев За бутылки коньяка Ну те, которых нет в базе Пришли? А у тебя есть отпечатки пальцев Со стакана в кафе Вот и займись этим Отпечатки Следы помады Ищете коварного злодея? Ну что-то вроде того Вы лучше про Стаса расскажите Ну что рассказать Мы уже полгода вместе Познакомились случайно На переговорах И сразу поняли Что должны быть вместе Я уже и с мужем развелась Стас тоже собирался А он жене своей об этом сообщил? Да Неделю назад Перед отъездом в командировку Но с вашего зла Он домой поехал И перезвонил Да, я в курсе Он обратно вернулся Чтобы вещи свои собрать И ко мне перебраться И перед отъездом Ники об этом сказал А знаете, что Стас дома хранил Приличную сумму денег Драгоценности? Да Страховка На случай Форс-мажорных обстоятельств В бизнесе Номера купюр Впрочем, он переписал От греха подальше Точнее, представляете Он меня подсадил За это занятие Я полдня набивала номера В компьютер А у вас сохранился Этот файл в компьютере? Да Послушайте, вот визитка Здесь есть электронный адрес Вы могли бы мне переслать? Конечно, да Могу Вот здесь, пожалуйста Остановите Спасибо Всего доброго До свидания До свидания Да, Кать Алексей Викторович Отпечатки на бутылке коньяка И отпечатки со стакана из кафе Идентичны Пусть Рома срочно летит К этой Марьяне Шумской Ему относится ближе И постарается задержать ее До моего приезда Можешь, я тебя слушаю Чем я могу помочь Помощнику частного детектива? Красивые ноги Об этом поговорим позже Ты знаешь Нику Грязнову? Вы с ней недавно встречались в кафе Ну, согласись Странная его парочка Обманутая жена Бывшая любовница И так мило беседовать Как будто ничего не было Да я сама удивилась Год назад волосы на себе рвала А тут неделю назад Пришла Я думала Ну, начнется разбор полетов Стас-то ее Сам ко мне пришел Не виновата я Давай-ка ближе к Нике Зачем она приходила? Непонятно Наговорила мне кучу комплиментов Сказала Классно выглядишь Как так у тебя получается? Ну, я ей объяснила Что диеты Шопинг И так далее В общем Остались подругами Так А дальше? А дальше Вот на Нях позвонила И горе дела У меня к тебе есть По профессиональной Твоей части Еще один частный детектив Кажется, я пользуюсь популярностью Мужчин в вашей профессии Пойду кофейку сварю Ну, мы только начали разговаривать В общем, Ника сама к ней пришла Ну, попросила Насколько я понимаю Соблазнить какого-то мужчину Все, молодец Я понял Давай Дальше я сам Спасибо Так, а что у Ники было за предложение У тебя? Приложение? Смех да и только Затащить мужика в койку Да это проще простого А что за мужик? Симпатичный парень Женщин боится, как огня Мол, ее дальний родственник Втрое больше заплатить обещала А давай-ка я угадаю Он водопроводчик А зовут его Максим Неделин Фамилию я не интересовалась А зовут, да, Максимом Ну, слушай, а как же ты его подцепила-то? Подцепила? Что за жаргон? Он сам ко мне пришел, как водопроводчик Ему Ника сказала, что у меня кран сломан В ванной Кстати, он действительно сломан Починел у него Рюмочку коньяка выпил Глаза загорелись А там уж дело техники Слушай, нескромный вопрос такой Ты вот в своей работе Контрацептивами пользуешься? А пардон куда деваешь использованную? Да в мусорку выкинула Приники еще Мы с ней кофе пили Наверное, до сих пор там лежат Не выносился вчерашний Подожди, подожди Как это приники? Ну, она минут через 10 После ухода Макса пришла Узнать, как все прошло Ты что, сбринзил? Ну и где? Странно Я помню, что их туда положила Исчезли что ли? Вот что, Марьяна Сейчас тебе придется Проехать со мной следственный комитет Дать показания Поехали А зачем ты покупала дорогой коняк Ведь у тебя же был? Да, мы с Максом пили его Но потом он куда-то испарился Я ее тогда в бар поставила А сегодня сунулась А ее там нету Может быть, этот парень забрал Водопроводчик Или Ника Ну, хотя он ей зачем Она баба не бедная Так, а вот когда Макс Ремонтировал кран Ты присутствовала? Да, присутствовала Макс пользовался Разводным ключом? Пользовался Он его там в ванной И оставил Ну, мы быстро к делу перешли А потом он тоже Куда-то испарился Не нашла я его Но мне он и ни к чему А он испарился После того, как Ника приходила? Возможно Ну, зачем ей это, железяка? Ну, извините Эй, что за дела? Слушай, я возьму эти купюры Ну, на время С Азаратом, конечно Катя, от Дины Русаковой Должен был прийти список С номерами купюр Да, пришел А вот здесь номера купюр Которые Ника расплатилась с Марьяной Надо их сверить со списком от Дины Вот все-таки дает наша бывшая клиентка Как она лихо Это делится провернула Ну, она понимает Что теряет мужа И вместе с его деньгами Первое потрясение От сообщения о разводе прошло И что делать? Мужа в расход Макса на нары Она же наверняка знала Что он уже сидел На кого в первую очередь подумать Естественно, на бывшего уголовника Тем более улики против него Ну, просто убойные Она все правильно рассчитала Смотри, она забирает У Марьяны использованные контрацептивы Бутылку коньяка И еще разводной ключ недели А может, она с ней заодно? Не-не-не Марьяна женщина беспринципная Но не умная Скорее всего, Ника использовала ее просто в темном Она знает, что муж возвращается Во второй половине дня Что она делает? Взывает Макса Тот делает какой-то небольшой ремонт В это время она кидает ему в карман куртки Маленькое колечко Ну, из тех, что хранились у мужа в сейфе А потом выпровоживает его Приходит муж и получает удар по голове А дальше что? Остается имитировать половой контакт И сильный удар по голове Это возможно Но сначала она опустошает сейф И прячет его содержимое Так, проверила Номера купюры с конверта Совпадают с номерами из списка Алексей Викторович, я вот только одно не пойму Куда отдела содержимое из сейфа? Если валюта и брюлики дома То почему милиция их не нашла? Так милиция их и не искала Зачем? Муж при смерти Хозяйка изнасилования На каком основании там проводить обыск? Я уверен, что все ценности до сих пор у нее в квартире Идем Насонов позвонил Нике И сказал, что следователь выписал ордер на обыск в ее квартире Не знаю Посмотрим Куда-то собрались? В чем дело? Отпустите, мне некогда А у нас к вам дело Ром, глядишь, что там суки? Как вы право имеете? Это произвол Я милицию сейчас вызову Тихо, тихо, тихо Ого Это не просто сумка Целый мобильный банк Отпустите вы меня Есть Это деньги из сейфа Станислава Грязнова Ну что, Ника Придется вам проехать с нами В милицию, как вы того и хотели Все вы мужики заодно Я мужа год назад простила Унизилась А он подонок В машину прошу О, красавец Герой-любовник Ну что ж ты, красавец-то, молчал, когда тебе улики предъявляли Презервативы, отпечатки пальцев Попил коньяка, гаечный ключ Почему не рассказал, откуда все это? Ну молчал Бес меня попутал Я-то мужик простой А здесь такая телка шикарная Я с катушкой слетел А как сказать? Варя Жена бы узнала Так она и так узнает Ну пускай теперь сама решает Теперь ты понял, как дорого тебе могли бы обойтись шалости на стороне Женой тебе повезло Кайся, может и простит Валя простила Макса Они по-прежнему вместе Дело Ники Грязновой передано в суд Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!